МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возвращение ее и ее родственников наложена порча, для снятия которой необходимо провести специальный обряд. Разумеется, за денежное вознаграждение. Потерпевшая несколько раз переводила денежное средство целительница для закрепления магического ритуала. Вскоре женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу. Тем временем сотрудники Тверской полиции проводят широкомасштабную акцию «Не дай себя обмануть». Ежедневно полицейские встречаются с пенсионерами, рабочими, студентами, проводят беседы практически во всех крупных тверских предприятиях и организациях. Везде разговор об алгоритме действий при встрече с мошенниками, о том, как обезопасить своих близких, как действовать в разных ситуациях и куда обращаться, если человек все же стал жертвой злоумышленников. Напоминаем, участились случаи, когда аферисты представляются сотрудниками финансово-кредитных учреждений и под различными предлогами похищают крупные суммы денежных средств, которые жертвы обмана чаще всего оформляют в кредит. Особое внимание такой мошеннической схеме, как ваш родственник попал в беду. Еще раз напоминаем, настоящие работники банков не звонят людям о блокировке счетов, о незаконном оформлении на их имя кредитов, не просят установить на телефоны или планшеты программы перевести деньги на сторонние или якобы безопасные счета. Нельзя действовать под диктовку неизвестных, а необходимо прервать любой звонок, поступающий от сотрудников банка или других организаций, если такие собеседники требуют совершить какие-либо операции с вашими денежными средствами. Код с обратной стороны, срок действия, держатель карты. Также никогда нельзя сообщать остатки на счетах, которые у вас имеются. Соответственно, все эти несведения есть в наличии банковских сотрудников. Если как только вы слышите такие вопросы, значит, это 100% вам звонят мошенники, и необходимо с ними прекратить разговор. Уважаемые жители региона, не ведитесь на уговоры злодеев. Это тот случай, когда лучше промолчать, прервать разговор, успокоиться и перезвонить, либо прийти в банк. А уж если сказали то, чего нельзя, немедленно звоните в полицию. Денежные счета мошенниками снимаются в течение от 15 минут до нескольких часов. Соответственно, если вы в это время не успеете обратиться, уже не будет никакой возможности у сотрудников полиции предпринять меры по блокировке счетов мошенников и, соответственно, аресте денежных средств, похищенных на этих счетах.